Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как договаривались, делаем абсолютно честный обзор на Лансен Ц. На него честного обзора в стиле моего канала мы еще не делали. Он сейчас появился на продаже в составе набора вместе с Акулой и можете взять его отдельно за 7500. За 7500 не рекомендую брать данную машину, потому что она ничем абсолютно не примечательна. Это не супер нагибатор, это просто обычный вполне нормально сбалансированный средний танк на 8 уровне, но не более. Это мое личное мнение, если вы со мной не согласны, обязательно пишите об этом в комментариях. Но только напишите в чем именно вы со мной не согласны и в чем вы считаете, что Лансен все-таки достоин внимания за такие деньги в голом состоянии. Если рассматривать Лансена как часть покупки за 12500, то тогда да, окей. Я оцениваю Акулу в 8500 в голом состоянии, как нормальный ценник, ну и соответственно за 4000 получить себе дополнительную восьмерку, почему бы и нет. Если вам нравятся средние танки и в целом у вас все самое годное на 8 уровне уже присутствует в ангарах и только, как говорится, Лансена там и не хватало. Внешне легендарный вид мне как-то не сильно нравится, этот лось с охатой как-то не для меня, ну не заходит мне. Но это опять-таки мое субъективное, уж сильно не серчайте, помидорами не забрасывайте. Что касается ТТХ по орудию. Сейчас посмотрим, как обычно, кратенько, потом сравним с другими машинами, ну и соответственно еще и броню заценим, а уж потом ринемся в бой. Меня больше всего смущает время перезарядки этого орудия в базовом состоянии, составляющее 10.55. Если вы накинете на него полностью все оборудование, которое необходимо, а учитывая то, что у данной машины брони нет, то я рекомендовал бы все-таки ставить улучшенную сборку, чтобы хотя бы 78 хп себе добавить. То, получив все дополнительное, вы получаете 9.8, практически 10 секунд времени перезарядки орудия. И при этом, ребят, у вас еще и урон в минуту будет неполные 2000, потому что 320 единиц вроде бы и круто, но с таким временем перезарядки не настолько круто, как хотелось бы. А пережить время перезарядки на данной машине действительно сложно. Что касается разброса и что касается сведения, эти цифры будем смотреть непосредственно в бою, но в целом они меня устраивают. Они вполне комфортные, вполне нормальные. Что касается пробития, то ни вашим, ни нашим. 202 единицы, на голдовых снарядах 242. Ну и угол склеения орудия вниз минус 10, который здесь, ребят, предназначен исключительно для комфорта от игры во время того, как вы перекатываетесь по какого-то рода неровностях. По одной простой причине, потому что играть от башни на данной машине, в принципе, бессмысленно. Так как брони у данной машины по определению нет. Это машина, которая забронирована, я бы сказал, как легкий танк, нежели как средний. Если вы посмотрите на этот силуэт, то вы видите, насколько он желтый, в лучшем случае там отчасти оранжевый, но красных мест нет вообще никаких. Тут даже приведенки в верхнем бронелисте, хотя здесь очень крутой склон в градусах по броне, все равно дает, грубо говоря, 200 мм. В принципе, для восьмого уровня это семечки. Все остальное здесь очень слабо забронировано, поэтому бойтесь, бойтесь всего, что летит в вашу сторону, потому что все это сделает у вас отверстие. Что касается сравнения с другими машинами. Ну, как вы все знаете, на восьмом уровне средних танков можно попой жевать, поэтому я не хочу здесь прямо из пальца что-то высасывать, находить кого-то, с кем можно сравнивать и так далее. Единственное, с кем его нельзя сравнивать, это с барабанными машинами. Я их отсюда удалил, но от этого легче не стало. ДПМ, как вы видите, он не красочный, не какой-то там фееричный, не 2500, не 2800, как у Индиан ПЗ проходного, но и в то же время не на уровне Плинтуса, потому что есть кто-то, кто там немножко ниже по уровню ДПМ. Но опять-таки, ниже на сколько? 235 против 272. Ну, согласитесь, я бы сказал, что этот ДПМ практически одинаковый. Если вы дальше поедете по всей вот этой простыне, то вы увидите, что все, кто ниже по ДПМ, они не намного ниже падают. Поэтому сказать, что прям существенный отрыв, нет. Я бы сказал, что с ДПМ здесь находится ниже среднего уровня, это однозначно. Что касается пробития, то здесь действительно ни вашим, ни нашим. 202 единицы, есть кто-то хуже, есть кто-то лучше, поэтому в целом я бы назвал его просто терпимым. Альфачом данную пушку тоже не назовешь. 320, да, выше, чем у кого-то, но опять-таки, вот прям совсем ни в какое сравнение идет с 400 единицами у ВЗ или у Т-34-3, да и у многих других машин. Что касается времени перезарядки, то я бы сказал, что подкачивает, как видите, неполные 10 секунд с учетом досылателя. И есть огромное количество тачек, которые перезаряжаются, но я бы сказал, существенно приятнее. Что касается скорости, то здесь тоже особо хвастаться нечем. 55 вперед и 18 назад есть огромное количество тачек, имеющих 60 километров вперед. Да, есть те, у которых по 45, по 48, но все равно, ребят, я бы сказал, что тоже показатель ниже среднего. Но что самое парадоксальное, что при этом всем, при том, что эта машина не имеет каких-то выдающихся показателей в том или ином конкретном показателе по машине, по ТТХ, при этом всем она имеет целых 54% побед и при этом она не является малопопулярной машиной. В 273 человека играли за последнее время и это немало, если посмотреть на статистику по другим машинам. Вот такой вот он в сравнении с другими тачками, я бы сказал, что сравнивать его не имеет смысла. Лансен это лансен, его просто можно прочувствовать, если на нем поиграешь, но только проблема заключается в том, что ты сможешь поиграть на нем только тогда, когда купишь. Ну что, отправляемся в первый попавшийся бой для того, чтобы заценить его. Итак, друзья, поехали. По подвижности 55 км в час максималка, при этом с места срывается вполне себе достойно. Едет очень-таки даже себе упрямо. В общем, в отношении передвижения по карте, пускай он и не блещет прям какими-то суперскоростями, но в целом для среднего танка этого более чем достаточно для того, чтобы находиться в нужное время в нужном месте. Сейчас ждем, что происходить будет. Красавчик, ты вместе со мной, да, будем? Дракула, привет! Кстати, кто хочет Дракулу, дождитесь выхода видео у меня на канале. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше на эту машину, вам необходимо всего-ничего. Подписаться на канал, открыть свои подписки, дождаться видео про Дракулу. Для этого жмите на колокольчик, чтобы не пропустить его выход. Ну и, соответственно, оставите комментарий в стиле и по подобию, как я вам скажу в самом видосе про Дракулу. Поэтому, если хотите себе эту машину в ангар, как я уже сказал, подписывайтесь и не пропустите выход соответствующего видоса. Такс, поехали! Успел отхватить я одного леща по шее. Не сильно, конечно, приятно. Каждый снаряд, прилетающий в Лансена, это дополнительный гвоздь в гробу и дополнительный... Дополнительный фактор ухода в ангар. А вот время перезарядки, блин, ну это просто жестяк, серьезно. Его настолько тяжело переживать на данной машине, особенно если за тобой кто-то охотится в этот момент. Ну, прям, как говорится, до безобразия. Убегаем. Все равно не успел. Все равно не успел нормально отвалить. Так. Адренальчанский. Я очень надеюсь, что сейчас поможет першинг. Ай, ай-яй-яй-яй, ну зачем ты меня сейчас подпираешь, брат? Зачем ты это сейчас делаешь со мной? Все, поехали. 49-ка на перезарядке. Давайте, добирайте товарища. Не могу сказать, что Лансен это прям унылые фекалии, которые ни в коем случае не стоит никому покупать. И это тот танк, который ни в коем случае не надо покупать себе, если вы там чего-то как-то. Я просто отношусь к Лансену очень спокойно. Дело в том, что эта машина, хоть и прикольная, и интересная, но она как-то не производит на меня никакого, не знаю, нестандартного или завышенного какого-то впечатления. Это просто средний танк. Да, он хорошо сбалансирован, и в этом действительно его плюс. Это вполне себе играбельная машина. Если вы умеете играть на легких танках, то на Лансене вам сам боженько велел играть. Потому что по манере передвижения по карте, плюс-минус так же, как у легких танков, в отношении точности, в отношении времени сведения, здесь все действительно на достойном уровне. Единственное, что меня всегда смущало, это время перезарядки данного орудия. Вот оно мне неприятно. Просто потому что могли бы немножечко, немножечко подтянуть, и было бы как-то повеселее, что ли. Ну а так, приходится выискивать постоянно какие-то себе нычки, места, для того, чтобы пережить то время перезарядки, которое тебе отведено. Сейчас особо отходить некуда было. Реально, куда бы я из-за этого камня не поехал, все равно дело бы закончилось одними и тем же. Мне вообще фартануло сейчас поймать непробитие. Жалко, конечно, что сейчас будет у нас поражение. Но в любом случае, это зацен машины, такой, какая она есть на самом деле в первом попавшемся бою. Да, пускай поражение, но поражение, по крайней мере, не с пустым карманом. Мы ушли из боя не с какими-то там практически нулевыми результатами по настрелу. Я думаю, что то, что мы сейчас сделали в бою, это был максимум того, что можно выжать из Лансена. А это 3600 единиц нанесенного урона. Это в отношении серебра не ушли в минус. И уже, слава богу, что Сахатый нас с собой не потянул на дно и не опустошил нашу серебряную копилку. Без прем-аккаунта было бы 39000 чистоганов. Ну, с прем-аккаунтом, понятное дело, больше. Что касается результативности по команде в отношении нанесенного урона, то я считаю, что мы бой проиграли не потому, что Лансен плохо отыгрался, или я прям не смог ничего в этом бою сделать. Результативная ли эта машина? Да, результативная. Фановая ли? Ну, здесь я готов поспорить. Я все-таки фан оцениваю немножко по-другому. Я немножко другого ожидаю от танков, нежели просто большого количества настрела. Я много настрелял, но сказать, что я получил прям массу удовольствия от этого, я не могу. Да, орудие безумно комфортное, но его время перезарядки очень сильно смущает. Да, Лансен картонный, но в то же время, если вы справитесь с его картонностью, то практически каждый бой будете выезжать с двумя-тремя тысячами настрела, я бы сказал, налегке. Покупать или не покупать, здесь решать вам. Мое дело показать машину такой, какая она есть на самом деле. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!